Эй, всем привет! Это снова Сергей, канал Друга Америка и очередной интересный некролог в газете Wall Street Journal. Недавно умер местный товарищ по имени Джей Кисляк. И как вы поняли, его фамилия сразу же привлекла мое внимание. Кто ж такой товарищ Кисляк? Статья, точнее, некролог называется «Продавец ипотек купил очень ценную карту мира 16-го столетия». И тут я точно слово английское «peddler» не могу перевести на русский, я забыл. Но это торгаш, скорее всего. То есть это «peddler», это «продавать», что такое «толкать», это «ты не продавец», скорее всего «торгаш». Вот его называли «peddler». Ну кто такой был Джей Кисляк? Видите, он прожил 96 лет. Тут в Америке, конечно, люди живут долгое время. Я уже, по-моему, рассказывал. Одна из проблем со мной была, ну такая позитивная проблема по прибытию в Америке, что я постоянно делал американцам случайные комплименты, потому что я не мог определить их возраст. То есть к нам заходит в магазин какой-то бодренький дядя, дедуля, и начинаем общаться. Я там спрашиваю, сколько вам лет? По разговору начинаются какие-то проскакливые моменты, что мужику много лет. Он говорит, ну мне 80. Я говорю, тю, вы так выглядите лет на 65. То есть я привык, как у нас пожилые люди в СССР, скажем, выглядят, как мой дед с бабушкой. Они там еле пересекли уровень 70 лет и умерли там в 73-74 года. Они уже были развалены полные. То есть в Америке вот люди в 90 выглядят, как наши в 70. Надеюсь, сейчас ситуация улучшилась, хотя иногда я там вижу видео из России, как бабушки рубят дрова, и по-моему ситуация намного не изменилась. Ну, в Украине то же самое. Но это мы отвлеклись. Давайте вернемся к нашему Джею Кисляку. Он родился 6 июня 1922 года в городе Хобокен, Нью-Джерси. Его отец Джулиас прибыл в Америку с Украины. Вот видите, в 1880-х годах. То есть это вообще, наверное, самая первая волна украинской миграции. Скорее всего, это Западная Украина. Тогда, по-моему, та Стро-Венгерская империя вроде бы оккупировала Западную Украину. И там была довольно-таки мощная фишка. Народ сваливал. В основном в Канаду, я знаю. Но вот видите, прибыли в Нью-Джерси. Юношей Джей стал работать на контору своего отца по продаже недвижимости. Даже перед тем, как он пошел в университет Пенсильвании и получил образование экономиста. Во время войны он записался в военно-морской флот. То есть в то время в США была, как и сейчас на территории бывшей СНГ. Всех призывали раньше. Сейчас, видите, добровольно идут в армию. Тогда тоже был призыв. И давали выбор, куда можешь пойти. Он записался в Navy, военно-морской флот, в 1942 году. И в течение войны он занимался тем, что гонял самолеты из авиационных фабрик на восточное или западное побережье. То есть он, в принципе, зацепил очень хорошую работу. Просто был пилотом по перегону самолетов на военно-морские базы на восточном побережье или западном побережье. После войны он женился на Беверли Брейвман, которая тоже закончила какой-то колледж в Эстли. И он помог своему отцу развернуть компанию. Помимо того, что они продавали недвижимость, они также стали заниматься продажей ипотек и страховки. То есть если вы хотите купить дом у них, они заодно вам оформят ипотеку под процент. В 1953 году он переехал в Майами во Флориду и там начал свой ипотечный бизнес. Самое интересное, что невзирая на отсутствие политического опыта, он попытался быть выбранным в Конгресс как демократ в 1972 году. И его самая фишка была во время кампании, это то, что нужно бороться против инфляции, потому что инфляция ворует у каждого из нас каждый день. И это точно тоже я говорю, что инфляция это когда государство аккуратно из моего кармана каждый день вынимает деньги. Но эти выборы он проиграл и после этого начал, позднее он переключился на республиканцев и кидал прилично бабла республиканским кандидатам, включая семью Буша. Интересный момент в том, что он был очень заядлым коллекционером. Однажды он почти купил скелет динозавра Tyrannosaurus Rex, был очень жесткий аукцион и он в итоге чуть-чуть проиграл музею Чикаго, тут в Чикаго есть Chicago Field Museum и заплатили за этот скелет 8,4 миллиона долларов, то есть у мужика были серьезные бабки. Также он скупал кучу книг про историю Флориды, потом он в 90-е начал коллекционировать любые исторические документы, картины, также все, что связывалось с культурой индейцев и других местных жителей Южной и Северной Америки, особенно до и после прибытия европейских захватчиков, скажем так, конкистадора. Из его самых таких мощных покупок это была покупка письма Кристофора Колумбаса, дата 1493 год, также он смог выкупить маску Майя и также он купил словарь латынского языка, который был исписан каким-то знаменитым товарищем по имени Хенри де Тулуиз Латрак, какой-то француз владел этим знаменитым словарем, и там все было. И у него была столько, вся эта большая коллекция была такая большая, что дом был заполнен, гараж заполнен и офис во Флориде заполнен. Но сейчас большинство его артефактов находятся в библиотеке Конгресса и также в Даунтаун Майами есть так называемая Freedom Tower, башня свободы, там какой-то музей и очень много его из коллекции товара теперь находится там. Самый интересный нюанс, что какое-то время назад он узнал, что библиотека Конгресса США очень хотела купить карту, изданную в 1516 году Мартином Вадземюллером, называется она «Карта Марина», но у Конгресса этой библиотеки не хватало денег, потому что они буквально недавно купили другую карту того же товарища за 10 миллионов баксов и Кисляк со своей женой полетели в Германию, встретились с местным немецким принцем Джоханом Вольбургом Вольфигом, семья которой владела этой картой в течение многих столетий. После «wining and dining», то есть после распития вина и «dining», то есть сидеть за столом и кушать, они начали вести разговор о карте, и в итоге Кисляк купил эту карту, правда цену не сказали, за какую цену он договорился, но в итоге он подарил эту карту библиотеке Конгресса. Эта карта очень уникальная, потому что она показывает фактическое знание о мире европейцев в то время, точно 1500-е годы, и она смешивает между собой мифологию, как, например, в Южной Америке показаны каннибалы с настоящей историей, natural history, там рисунок есть о пасумах, о котором европейцы не знали, и другие различные моменты. То есть вот как товарищ с барского плеча, ну, наверное, тоже он увалил порядка 10 миллионов долларов на эту карту и подарил Конгрессу. Естественно, такие подарки списываются с ваших налогов. Дядя прожил хорошую жизнь, и даже, как я ему сказал, он умер недавно, ему 96 лет было. Год назад у него была вечеринка по поводу его 95-летия, и он устроил эту вечеринку на борту aircraft carrier, авианосца. Какого не сказано, но вот даже он так вот весело провел время на свое 95-летие. Интересный такой товарищ, видите, как судьба складывается очередного эмигранта, Джея Кисляка, родители которого прибыли с Украины. Самое интересное, что в этом выпуске, помимо Кисляка, еще два товарища, на которых написаны некрологи. Одного звали Дэвид Волковский, опять же, знакомая фамилия, родился в 1919 году, умер в 2018. Это у меня газета еще в октябре прошлого года, видите, я откладываю в сторону, если какие-то интересные статейки, и сразу не успеваю. Не упомянули в некрологии про родителей, но я зашел на Википедию, и говорит, его дедушка Абрам Волковский был русским еврейским эмигрантом, который прибыл на Ки-Уэст, Флорида, в конце 1880-х годов, и работал торгашом, опять написано, педлером, и в итоге у него были бизнесы, магазины одежды, магазины мебели и салоны. Вот тоже товарищ, про него мало написали, но у него тоже была интересная фишка. Он построил интересный такой на острове, на Ки-Уэст пиратскую аллею, типа как парк для отдыха, и в итоге потом он там стоял заброшенный многими годами. Ему было 99 лет, и он умер 23 сентября в госпитале в Ки-Уэст. А второй товарищ это Роберт Питовский, тоже некролог, он родился в 1929 году, тоже в Нью-Джерси, правда я не нашел информацию про его родителей, помимо того, что их звали Моррис и Сейди Питовский, мама продавала платья, а папа ремонтировал станки по производству ткани. Но он стал знаменитым адвокатом и даже работал на правительство США, по-моему, даже вроде он работал на Клинтона. И также очень занимался защитой потребителей, это была его главная работа. Тоже еще один интересный товарищ Роберт Питовский, фамилия, как я говорю, всегда подозрительная. Тоже какое-то второе поколение иммигрантов из России. Ну все, на этом заканчиваем, надеюсь вам понравилось это видео, как всегда не забываем ставить лайки. До встречи в эфире, пока! Субтитры сделал DimaTorzok